здравствуйте мои дорогие рукодельницы вязальщицы и подписчицы канала меня зовут елена ирмина сегодня к вашему вниманию я предлагаю вам замечательную модель жакета данный вариант на пуговицах здесь скорее всего 3-4 пуговицы застежка обвязан резинкой один на один связан очень простым и легким узором данная модель здесь вот вы видите если смотреть вот на это фото узор располагается с изнаночной стороны многими любимый v-образный вырез горловины с таким вырезом прекрасно смотрятся любые украшения и также можно подчеркнуть красоту груди джемпер с точным рукавом узор очень очень простой легко и просто вяжется для того чтобы узор смотрелся нежно и кардиган жакет у вас получился более такой знаете тонкая ручная работа этой скорее всего машинная вязка если вы будете вязать вручную выбирайте пряжу тонкую по толщине и конечно же нужно правильно подобрать размер спиц также вязать придется контролировать натяжение нити и чтобы все петельки были ровные данная модель с точным рукавом но также неплохо будет смотреться если вы свяжете со спущенным рукавом таким образом вязать гораздо быстрее и проще раппорт узора 19 петель плюс 2 кромочные набираем двадцать одну петлю высота одного раппорта 36 рядов я вам буду показывать как вяжется один раппорт для вязания выбираем пряжу она должна быть не очень-то толстая желательно отдать предпочтение натуральным натуральному составу это может быть мохер ангора шерсть шерсть мериноса вот эта нить прекрасно подойдет для вязания данной модели название пряжи силки вулл от янард 25 грамм в одном отке 190 метров страна производства пряжи турция состав сил к район 35 процентов и мерино в 65 процентов пряжа подходит для людей склонных к аллергии у которых непереносимость шерсти пряжа очень мягкая нежная подходит для вязания крючком и спицами я вам буду показывать как вяжется узор и для вязания выбрала другую пряжу она потолще чуть-чуть погрубее вязать я буду из пряжи baby wool от газал 50 грамм 175 метров производитель рекомендуют спицы номер три состав у пряжи 40 процентов акрил 20 процентов кашемир по и 40 процентов мериносовая шерсть вот такая информация о пряжи цвет бирюзовый давайте еще раз раппорт узор состоит из 19 петель в ширину 36 рядов высоту я набрала для одного раппорта 19 петель плюс 2 петли кромочные общее количество петель 21 вяжем 1 3 5 7 9 11 ряды только изнаночные петли кромочную снимаем и получается с 1 по 11 включительно мы вяжем ряды которые у нас нечетные и располагаются по лицевой стороне узора все ряды изнаночные петли все четные ряды это 2 4 6 8 10 12 вяжутся все петли лицевые я свяжу вместе с вами вот этот первый ряд он нечетный четные мы вяжем включая по 12 ряд лицевыми и вот таким образом очень просто посмотрите быстро можно сказать не глядя вяжется этот узор если у вас есть счетчик рядов то конечно же очень удобно работать с таким инструментом и можете считать ряды при помощи счетчиком последующие ряды я свяжу за кадром встречаемся с вами в тринадцатом ряду провязала 12 рядов вяжем вместе с вами 13 ряд кромочную снимаем провязываем 6 изнаночных 2 вместе изнаночной накид и все остальные петли включая кромочную слева провязываем изнаночными петлями четные ряды мы вяжем с вами по узору 14 ряд кромочную снимаю над лицевыми петлями вяжем лицевые так накиды я провяжу лицевой и здесь также оставшиеся петли провязываем лицевыми значит все четные ряды вяжутся по узору следующий ряд 15 кромочную снимаем 5 изнаночных 2 вместе изнаночной накид 1 изнаночная накид 2 вместе изнаночной оставшиеся петли включая кромочную слева вяжем изнаночными петлями следующий ряд у нас 16 буду вязать по узору накиды в четных рядах провязываю лицевыми петлями четные ряды я буду вязать за кадром они четные вместе с вами 17 ряд кромочную снимаем 6 изнаночных 2 вместе изнаночной накид оставшиеся петли включаем кромочную слева провязываем изнаночными петлями следующий 18 ряд мы вяжем с вами по узору далее по счету у нас 19 ряд с 19 все нечетные ряды это 19 21 23 25 27 29 ряд мы вяжем изнаночными петлями а 22 24 26 28 30 вяжем получается с изнаночной стороны лицевыми петлями у нас лицевая сторона узора лицо это те ряды где связаны изнаночными петлями вот это лицо узора а вот здесь изнаночная сторона можно считать что данный узор он двухсторонний то есть каким образом вам вязать джемпер пуловер кардиган жакет можно связать этим узором вы уже решаете сами давайте я за кадром свяжу с 19 по 30 ряд италия мы уже будем вместе с вами вязать с 31 ряда значит все еще раз повторю нечетные ряды мы вяжем только изнаночными петлями а все четные ряды до 30 включительно лицевыми петлями я связала 30 рядов продолжаем с вами вязать раппорт узора вяжем 31 ряд кромочную снимаю далее провязываем 15 изнаночных 2 изнаночных провязываю вместе накид и в конце ряда вяжем 3 изнаночных вместе с кромочной все следующий ряд у нас по счету 32 все петли провязываем лицевыми накиды тоже вяжем лицевыми петлями я четные ряды буду вязать за кадром следующий ряд 33 кромочную снимаем 4 на 14 изнаночных 2 вместе изнаночной накид 1 изнаночная накид 2 вместе изнаночной кромочную провязываю изнаночной 35 ряд перед последней кромочную снимаем 15 изнаночных 13 14 15 2 вместе изнаночной накид 2 изнаночных кромочную провязываю изнаночной петлей крайний ряд рапорта 36 провязываем все петли лицевыми включая накиды связали образец узора для того чтобы высчитать необходимое количество петель и приступить конечно же к вязанию данной модели это очень распространенный узор часто применяется для вязания демисезонных вещей и летних вещей он не просвечивает практически в меру ажурный и также вязаные изделия вот этим узором они не полнят то есть узор многофункциональные универсальные и подходит абсолютно для любых изделий и также можно связать летние демисезонные вещи пряжи тоже может быть разное по составу метражу присмотритесь к этому узору он двухсторонний вот это одна сторона узора и другая сторона узора а какую выбрать вам вы здесь уже решаете сами после того как связан у вас образец выполняете работы пофты он то есть снимаете замеры в высоту 36 рядов и ширину 19 петель снимаете замеры ширину высоту далее выполняйте стирку сушку естественным способом при желании можете отпарить если позволяет пряжа и далее уже снимаете второй раз замеры и делайте выводы дает узор пряжа усадку вот связано вот этим узором или нет то есть вот эти все параметры необходимо учитывать но обычная если не уверена в пряжи стираю предварительно в машине сразу же в матках у меня есть мастер-класс как я это делаю если вы не знаете как постирать пряжи в матках напишите в комментариях под этим видео я вам оставлю в комментариях ссылку на видео мастер-класс мне кажется узор очень простой и стоит обратить на него внимание а если вы выберете пряжу которая будет более нежнее потоньше и будет иметь легкую пушистой это может быть шерсть меринос ангора мохер и у вас вот этот узор будет смотреться гораздо нежнее симпатичнее и более аккуратнее для того чтобы правильно подобрать пряжу по составу метражу вяжите несколько образцов мне кажется здесь принцип как вяжется данная модель жакета я думаю всем понятно при желании можете связать со спущенным рукавом каким образом связать v-образный вырез горловины я вам оставлю ставлю в конце видео фотографии досмотрите пожалуйста видео до конца и далее вяжется уже планка вывязываются отверстие для пуговиц планка может быть связана резинка 11 либо 2 на 2 и также вот манжеты здесь ширина резинки где-то 5-6 сантиметров резинка 1 на 1 вяжется очень просто универсальная модель смотрится интересно и стильно базовая модель которая подойдет абсолютно на любой возраст размер и также на любое время года присмотритесь данному варианту мне кажется кому-нибудь да понравится это классическая модель которая всегда мне кажется будет модной во все времена а я с вами не прощаюсь жду вас завтра на очередном мастер-классе с вами была лина румина всем пока пока до новых встреч до завтра субтитры сделал DimaTorzok а